Главный хирург США Джером Адамс показал, как сделать защитную маску из старого шарфа, банданы, полотенца или футболки. Инструкция проста. Сложи ткань к центру с обеих сторон дважды. Используй резинки для волос, чтобы закрепить маску на лице. И заверни края. Теперь ее можно носить. Она необходима при посещении общественных мест. Перед использованием вымой руки с мылом. Надень маску. Она должна плотно прилегать к лицу. Полностью закрывать нос и рот. Старайся не касаться ткани. Но если уж дотронулся, то обработай руки спирта содержащим средством. А снимай ее, держась только за резинки. Тканевая маска – это барьер для вирусов и микробов. Она будет эффективна в течение двух часов. Затем ее следует постирать в горячей воде и пропарить утюгом. Потом можно снова использовать. Хирургическая маска тоже защищает не более двух часов. Она одноразовая. После ношения ее обязательно нужно выбросить в закрывающееся мусорное ведро. Снимают ее также только за резинки. Наиболее надежным средством защиты считаются респираторы. Они не пропускают практически никакие твердые и жидкие частицы. Их рекомендуется носить врачам, которые контактируют с больными. Следует помнить, что ни одна маска не сможет полностью обезопасить от заражения вирусом, если не соблюдать базовые правила гигиены. После посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мой руки с мылом в течение 20 секунд. Регулярно обрабатывай гаджеты антисептическими средствами на основе спирта и соблюдай режим самоизоляции.